И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Перед началом данного путешествия хотелось бы выразить огромную благодарность всем нашим донатерам и спонсорам на канале. Андрею Корсу, Анна Китти Анониму, Гектору Илья, Солдеру, Валкоксу, Паши Пронигу, Виктория, Спину и, конечно же, спонсору Капучино. Спасибо огромное за вашу финансовую поддержку в развитии канала. Итак, друзья, наше путешествие продолжается по черным дырам и квазарам. Как мы знаем, сейчас проходит до 5 октября открытый бета-тест нового обновления, объемные черные дыры и квазары. Мы с вами прошли два огромных шага, я бы сказал, рассмотрев черные дыры, рассмотрев интерстеллар, систему интерстеллар. Кто не в курсе, пожалуйста, список, плейлист на канале Space Engine, вам прямиком туда. Ну что же, это первый ролик по квазарам на канале и, собственно, чем он может быть примечательным, а то, что это будет с новым обновлением практически. Итак, давайте посмотрим. Черная дыра, Холм-15, Централ Блэк Холл. Вообще, это, конечно же, квазар. Те, кто вообще не имеет представления, что такое квазары, собственно, это активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, тем самым формируя аккреционный диск. Посмотрите, насколько это великое, величайшее, наверное, сотворение, я бы даже так выразился. Масса. 4, простите, миллиарда солнечных диаметра 24 световых года. Ну, по меркам космоса, это, конечно, очень огромный квазар. Невероятно. Так, знаете что? Я хочу увеличить время на максимум и посмотреть на вращение всего этого... Даже, как выразится, я не знаю. Массивного, разрушительного объекта в космосе. Да, наверное, вот так, скорее всего. Да, конечно же, я вижу огромные протяженные джеты. Как мы видим, в центре у нас это черная дыра. Собственно, достаточно широкий, на мой взгляд, аккреционный диск. И джеты, наверное... Сколько они, мне интересно, имеют протяженность? Ну, я думаю, точно... 8 световых лет. Каждую сторону. Представляете, насколько огромные эти джеты? Собственно, джет. Это струя плазмы. Вырывающаяся из центра черные дыры. Ну, если бы мы сейчас были бы здесь рядом. Даже вот на таком расстоянии. Вроде бы кажется, да, что... Ну, мы, конечно, можем представить, что объект огромен. Мы находимся от него на расстоянии почти в один световой год. И нам ничего не может быть. Но, насколько я знаю, квазары испускают очень огромные гамма-излучения. И ты бы здесь погиб за считанные минуты. Давайте скорость немножко, наверное, сделаем пониже. И тогда, возможно, мы увидим вращение. Да, конечно, это пока что бета-тест. И полностью здесь ничего не проработано. Собственно, разработчики нас уже предупреждали даже на стримах. Ребята, поспешите. До 5-го числа, до 5-го октября у вас есть эта возможность исследовать эти объекты. Далее обновление, скорее всего, уйдет на переработку. После такого пучка малого, ну, по меркам игры, света, но по меркам данного квазара, я бы ослеп. За секунду, за миллисекунду. Посмотрите, какой огромный свет он просто испускает. Невероятно. Так, мы приближаемся практически к самому центру черной дыры в квазаре. Сразу, ребята, оговорюсь, что наш канал характерно несет развлекательную тематику. Да, конечно, где-то есть научные факты, потому что в комментариях мне многие пишут, ты, мне кажется, рассказываешь об объектах не то, что нужно, предоставляешь неправдоподобные факты или еще что-то. Ну, ребят, у меня не научный канал. У меня развлекательный канал, но часть, часть информативной какой-то науки, научности, я бы так выразился бы по-своему, я все равно стараюсь вам донести в наших роликах. Невероятно огромный квазар. Да, конечно, мы здесь не увидим рядом с ним, скорее всего, планеты с жизнью. Ну, это 100% тут. Даже и думать не стоит. Что у нас по звездам? Ближайшие звезды. Давайте рассмотрим. Возможно, да, где-то будут какие-то планеты. Голубой сверхгигант, число планет 6. Просто ради чего я сейчас это хочу сделать? Да ради того, чтобы... Просто хотя бы увидите виды с планеты на этот квазар. Так, у нас есть голубой сверхгигант. Пять планет. Все они, я скажу, раскалены. Достаточно, достаточно очень жаркие. Ты здесь просто поджаришься. Даже, скорее всего, несмотря на то, что планеты некоторые далеко от своих звезд. Все-таки температура и излучение квазара дают о себе знать. Так. Нет, это не то, что я хотел. Вот здесь более яркая планета какая-то. Я хочу к ней сейчас приблизиться. Это у нас белая звезда. Планет, к сожалению, нет. Ту, которую планету я хотел только что рассмотреть. Хотя она слишком далеко отсюда находится. Ну, даже на таком расстоянии, если взять. Давайте посмотрим. Криогенная пустынная субаквария. Самую ближайшую, наверное, возьмем планету. Теплый суперокеанический акварий. Планета РС-10988. Тут даже есть вода. Ну, скорее всего, в виде пара, я так думаю. И, кстати, отсюда хорошо достаточно видно квазар. Парниковый эффект достаточно высокий. Как я вижу, как я вижу, то, что... Куда делась моя планета? Что это? Что это только что было? Она просто исчезла. Посмотрите. Невероятно. Ну, это бета-тест. И, собственно, здесь могут быть какие-то конфликты. Так. Я все равно опущусь на ее поверхность. Хочет это симулятор или нет, я все равно это сделаю. Здесь плотная атмосфера, как на Венере. Насколько мне показалось. В принципе, я как будто должен приземлиться на объект. Я уже на объекте, но я вроде как не на объекте. Ладно. Давайте найдем что-нибудь более подходящее. Откроем для себя вид. Какой-нибудь более впечатляющий, красивый. Хотя бы представить на секунду, каково это... Видеть все это могущество квазара на таком... Вернее, как можно видеть, могущество квазара, стоя на какой-нибудь планете. Допустим, такой, как наша Земля. Так. 22 планеты, оранжевый карлик и 3 планеты с жизнью. Да ладно. Органическая, многоклеточная, воздушная. Оу. Ха-ха-уля. Теплая, пустынная, терра с жизнью. Органическая, многоклеточная, наземная. Я, конечно, не знаю, как здешние организмы могли приспособиться ко всему тому, что здесь вообще есть, происходит. Ух ты. Невероятно. Посмотрите, как с данной планеты смотрится квазар. Подождите. Подождите, чуть подальше. Чтобы взять его объемно. Примерно вот так. Закат звезды. Я уменьшу время. Так. Давайте поставим, наверное, нормальный темп времени. Да. Вроде бы здесь, на этой планете, должны быть какие-то организмы. Живые. Многоклеточные. Представьте себе. И вот такое великолепие мы бы могли видеть на ночном небе. Честно говоря, я завидую местным пришельцам. Можно, это будет наша новая волшебная фраза. Если мы будем посещать в дальнейшем новые планеты с жизнью, находить их в симуляторе Space Engine, это будет моя коронная фраза. Я завидую местным пришельцам. Невероятно. Ну что ж, давайте ускорим вращение. Нет. Все-таки, ну, по крайней мере, насколько вы могли видеть, мы открыли для себя впечатляющий достаточный вид. Да, до 5 октября у нас, конечно, будут выходить новые ролики. Я обязательно сниму для вас еще пару роликов. Это 100%. С этим обновлением, пока его не закрыли и не перенесли, не унесли на переработку. Как видите, да, конфликты все-таки есть. Блин, не сделал скриншот. Хорошей бы получился камера. Ладно, друзья, давайте на этом наше путешествие закончим. Я надеюсь, что ты обязательно подпишешься на канал. Вот обязательно. Прямо сейчас нажми колокольчик и поставь лайк. Это для меня будет огромной мотивацией снимать для вас еще больше и новых роликов по Space Engine. И я надеюсь, очень надеюсь, что в скором времени мы проведем с вами стрим. Всем новых открытий. И помните, что космос и Вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok